Режиссер Арик Манукян, арестованный в Абу-Даби за использование коптера, вернулся в Россию. Переговоры длились несколько месяцев. Обрести свободу удалось только благодаря переговорам на высшем уровне. Что должны знать владельцы дронов во время съемок за рубежом и у нас, расскажет Иван Федот. Задумку показать мечеть с необычного ракурса полицейские Абу-Даби не оценили. Коптер отправился в хранилище вещдоков, а режиссер в тюремную камеру. Шесть дней мы не могли еще позвонить домой, друзьям, сообщить, где мы, что мы, что с нами и так далее. Вот в этой карантинной зоне, там просто место было рассчитано на три человека, нас там посадили, было 12 человек в итоге. Хэппи-энда в этом затянувшемся арабском детективе добился глава Чечни Рамзан Кадыров. По его просьбе уголовное дело закрыли, и Арик Манукян смог вернуться в Россию. Телеведущий Антон Войцеховский тоже путешествует с беспилотником в рюкзаке. В январе 2016-го он решил запустить дрон в Римские облака, но попытка пролететь над Колизеем закончилась полицейским протоколом и судебным разбирательством. Карабинеры конфисковали и беспилотник, и дорогой смартфон. В Италии запрет на полеты над Римом, он вышел, грубо говоря, за две недели до моего посещения этой страны. То есть это было очень неожиданно. И более того, это был очень какой-то закамуфлированный такой запрет, потому что он там был, грубо говоря, там, третьей ссылкой в четвертом абзаце, мелким шрифтом, да еще и на итальянском. То есть его нужно было еще постараться найти. Мне просто не повезло, я не нашел. В этом, по мнению Антона, главная проблема. Правила полетов везде разные, при этом они стремительно меняются. Знакомиться с поправками хотя бы на английском языке пока негде. Есть лишь универсальные запреты. К примеру, без специального разрешения летать нельзя над воинскими частями, правительственными зданиями, спортивными аренами. Ограничений много, хотя ясно, что за дронами будущее. В некоторых странах коптерами уже успешно пользуются почтальоны и курьерские службы. Если прицепить сюда, есть у нас отдельный модуль, зацеп для груза, то он может доставлять груз массой полтора килограмма на расстоянии 15 километров. В России небо для коптеров тоже не безоблачно. В июле внесены поправки в Воздушный кодекс РФ. Теперь регистрировать летательный аппарат весом больше 250 граммов обязан каждый владелец. У беспилотников будет свой номер и радиометка. Вот только где и как регистрировать дрон пока не ясно. Нигде нельзя зарегистрировать. Правил для регистрации нет. Места для регистрации официально тоже не обозначено. Ситуация, когда законодатели ставят граждан в условиях невозможности выполнить закон. По умолчанию все места запретные, везде нужно получать разрешение. Даже городские службы не могут получить разрешение на полеты дронов в Москве. Многие призывают опереться на опыт США и сделать онлайн-регистрацию беспилотников. Чтобы поместить летательный аппарат в базу данных, можно было нажатием двух-трех клавиш. Но этот проект пока только рассматривается. Если раньше на уроках труда склеивали табуретки, то теперь, как конструктор, собирают вот такие дроны. Фанерный корпус, четыре пластиковых винта. Взлетает беспилотник, достаточно эффектно, жаль, что не разгуляешься. Согласно новым правилам беспитального разрешения, парить можно только под потолком класса или школьного спортзала. Дронов с каждым годом все больше. И вполне понятно желание властей контролировать воздушный коридор. Иначе столкновения и падения неизбежны. Впрочем, пока система регистрации не отлажена, штрафовать никого не будут, подтвердили в Минтрансе. Главное при полетах руководствоваться здравым смыслом и следовать общим правилам воздушного пространства. Иван Федотов, Ольга Кирсанова, Москва-24.